Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Сложный матч, напряженный, да, немножко в конце нам не хватило мастерства. Не дотерпели. Спартак нас продавил. Из плюсов то, что при минус 2 вернулись в игру. До последнего были шансы на положительный результат. Но в концовке Спартак выпустил в атаку все свои лучшие силы и продавил нас, скажем так. В принципе, план на игру работал. Мы понимали, что Спартак очень быстрая команда. Очень агрессивная, высококвалифицированные футболисты. Отличная работа с мячом на больших скоростях. Наша задача была не дать сопернику разбежаться. В принципе, мы с этим справлялись. Первый мяч, который мы пропустили, это индивидуальная ошибка. Второй мяч, это великолепное исполнительское мастерство промеса. Возвращаемся в игру. И второй тайм, в принципе, нужно было очень грамотно работать в обороне, потому что Спартаку нужно было побеждать. Но и, к сожалению, пропустили. Результатом, естественно, мы расстроены, потому что очень много болельщиков приехало. С Воронежа смотреть матчи поддерживают нас. Мы им благодарны, как всегда. Они помогали нам, потому что очень сложно доминировать и противодействовать. Без ошибок, скажем так, на протяжении всего матча Спартаку команда борется за чемпионство. Я доволен отношением к делу своей команды. Нам есть куда расти. Впереди два домашних матча. Сделаем работу над ошибками. Будем двигаться дальше. Ваши вопросы. Дмитрий Иванович, команда достойно смотрелась, за что я хотел вас поблагодарить, потому что до финального списка практически мы остались в игре. Два вопроса таких уточняющих, вы уже начали отвечать на них. Ожидали, что у болельщиков факела будет практически больше, чем активных болельщиков Спартака. Мы знаем прекрасно, как болельщики факела любят команду. Для нас это неудивительно, что они в таком количестве поддерживают нас. Поэтому это было ожидаемо. Хочется, конечно, чтобы мы чаще радовали их своей игрой и результатами. То, что посещаемость могла быть выше, да, я, честно говоря, думал, что больше придет болельщиков болеть за Спартака, потому что Спартак, на мой взгляд, показывает очень яркую игру, и это всегда интересно. Поэтому я думаю, что еще тысяч пять-семь бы добавили антуража этого матча. Но было бы больше, если бы не фонарьи, я честно вам скажу. Но не суть. Второй вопрос. После счета 0-2 вы очень быстро вернулись в игру. Как так получилось? Вы почувствовали, что Спартак уже пошел в раздевалку? Или какие были моменты, что позволили вам так быстро ставить счет? Ну, мы психологически не выпали из игры, это самое главное. Мы понимали, что шансы у нас будут в атаке, в любом случае, на стандартных положениях. Наверное, все-таки ребята видели, что 0-2 по первому тайму, при всем, вроде бы, территориальном преимуществе Спартака, это не совсем объективная оценка была. Потому что у Спартака не было голевых моментов, как таковых. Да, владения, но мы на него и не претендовали, потому что у нас пока нет внутреннего ресурса играть со Спартаком в открытый футбол. Поэтому парни просто делали свое дело, не потеряли концентрацию. И честь им и хвала, что они нашли внутренний резерв, чтобы забить два мяча. Спасибо. Артём Галин, Спортэкспресс. Гильермо Васкаль после камерного свистка рванулся на поле, хотел добежать и поговорить с Безбородовым. Вроде бы, после матча он здесь тоже нам рассказывал, так как в шуточной форме об этом. У него были большие претенды к судейству. Как вам сегодня судейство к нему было приковано после прошлого мяча Спартака, особенно особо внимания сегодня? Если тренер Спартака шутит, у него хорошее настроение, нам как бы не до шуток. Я тему судейства не обсуждаю, хотя некоторые моменты бывают, которые, скажем так, нам не нравятся. Я не думаю, что сегодня какая-то из команд должна была быть недовольным судейством. Всё справедливо, пенальти. Я не знаю, чем он выражал недовольство. У меня нет претензий к арбитрам сегодня. Пожалуйста. Насколько у вас много кавказцев, которые иногда притворяются и так далее, что их убили. С другой стороны, я второй тайм смотрел перед телевизором, и было видно, насколько жёстко и жестоко иногда пытались защитники Ульяковского выше колен поймать и так далее. Я думаю, что поэтому у вас как бы сказал Пороковым, чтобы ему это высказать, да? Вы правильно не обсуждаете судьи, и он не обсуждал по этому сути. Вот. Насколько присутствует в тренерской работе, условно говоря, может быть, это перехлёст у ребят, не хочется проиграть. Мне приятно смотреть, когда в сравнении с западным футболом, там всё-таки как-то берегут друг друга. Может быть, судьи не дают, а у нас такая привычка. Любыми путями. Раньше тренеров там найдёшь, и так далее. Вот на эту тему хотелось как бы вашу слышать. Я понял, но я вас уверяю, что у нас неподлая команда, никогда в своём кругу мы не ведём таких разговоров, и для нас победа любой ценой – это не значит умышленное нанесение сопернику травм. Мы уважаем своих коллег, да, мы требуем жёсткой агрессивной игры, но не жестоко ни в коем случае. Если какой-то был эпизод, где вам показалось, что была умышленная жестокость, то я не видел этого эпизода, я посмотрю, тогда могу более детально ответить. Мы стараемся играть футбол всеми возможными и, самое главное, доступными способами. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Пожалуйста.